И вот это существо, которое символизирует в данном тексте, конечно же, некое догородское, доцивилизационное состояние человека, которое живет вместе с животным по его законам, о нем рассказывают Гильгамешу, но вы обратили внимание, как происходит приход в город, то есть в цивилизацию этого существа, Энкиду? Энкиду, в конце концов, сам пришел в город Гильгамешу и пришел уже не таким совсем диким, он уже прошел некую стадию цивилизации. Вы помните, что к этому привело? Женщина к этому привела, именно для того, чтобы ему там хорошо, он с людьми не хочет контачить, но для того, чтобы его подтянуть в цивилизацию, вот это дикое природное существо, получеловек, полуживотное, чтобы подтянуть ему в цивилизацию, дается мудрый совет, отправьте к нему женщину, блудницу Шамхат, отправьте, она вот это красы свои раскроет, он обалдеет, а потом она будет делать с ним все, что хочет, да, и нам рассказывают, что он не сразу обалдел, что он в начале 6 дней, значит, с этой Шамхат ее познавал, там они очень материалистичные, эта культура, она не, это же не романтическая любовь, которая родилась значительно позже, да, а потом немножечко подустал, и тогда она ему объяснила, как прекрасна на самом деле жизнь, она сказала, что ты велик, Энкиду, да, ну вот живешь как-то не по-человечески, ну это обычно женщина так с мужчиной делает, да, обижательно она ему в конце концов скажет, классный ты, супер, но, знаешь, вот если бы тебе чуть-чуть подстричься по-другому, потом давай все-таки ремонт у тебя тут сделаем, ну что это за обои такие кошмарные, да, потом хорошо бы, если бы ты работу поменял, да, и вот вам, пожалуйста, и вот вам то же самое, вот вам это как бы классическое женское поведение, она мне тоже говорит, что ты велик, но ты что-то не то делаешь, во-первых, надо как-то по-другому внешностью своей заниматься, надо одеться из шкур в ткани, да, и она дает ему часть своих одежд, превращает в его одежду, да, и во-первых, во-вторых, самая страшная твоя проблема, что ты не ешь хлеба и не пьешь секера, ну то есть вот этого пива, вина, да, спиртных напитков, да, и после того, как он съедает хлеб и пьет секер, если вы помните, и как бы соединяется с этой женщиной, от него отворачиваются животные, да, то есть природа от него как бы отступает.